Добрый день, уважаемые коллеги. Рад сегодня перед вами выступать. В программе написан аналитический доклад, то есть будет какая-то, наверное, аналитика, с которой даже сразу же и начну. Некоторые цифры, которые показывают, зачем управлять знаниями и каким образом консолидировать все это. Я, конечно, сегодня постараюсь дать свое некоторое видение того, как мы видим управление знаниями, опираясь в том числе на опыт той организации, в которой я достаточно давно, точнее, много работал, Сбербанк. Я в высшей школе экономики новый человек. Я пришел только в мае месяце, до этого 6 лет корпоративного университета Сбербанка, где отвечал за развитие цифровых образовательных технологий. Поэтому буду опираться в том числе на опыт Сбербанка, те проблемы, которые у нас были. И сегодня будет еще одно выступление Вячеслава Юрченкова, который продолжает дело Сбербанковское и, соответственно, расскажет более подробно о некоторых технических аспектах, которые связаны с вовлечением слушателей в обучение. Ну, теперь известная структура определений данной информации, знания. Давайте все-таки определимся. Данные – это набор фактов, набор событий, которые могут быть проанализированы для того, чтобы извлечь информацию. Информация – это не просто данные, а некоторым образом типологизированные, категоризированные, структурированные, что придает некоторый смысл этим данным. Ну, а когда мы говорим о знаниях, это неправильно.